Создателю автостопа мне, то есть, повезло более чем 99% россиян, жителей всего земного шара в целом. Пожалуй, только один человек в мире в одиночку тянет непосильную телевизионную ношу. Но это интересно увидеть, снять и показать вам то, для чего во всем нормальном мире тратится миллион долларов бюджета и такое же количество человек в часов. Еще большая городовсть у меня лично за маленький, честно говоря, забытый властями город Магнитогорск, который развивается по своим законам города, удаленного от транзитных магистралей и богатых месторождений энергоносителей. Но в этом городе работают самые талантливые и несгибаемые люди. И в этом городе реализуются частным бизнесом и инициативными мастерами самые передовые технологии. И ура! Мы в рамках автостопа начинаем проект. На MTV называемый «Тачку на прокачку», на Discovery – «Глубокий тюнинг». Мы придумаем оригинальное название, скажем, сделаем из кокинаты. «Каки» – это 90% разъезжающих по городу новеньких, но убогих. «Фордов», «Апелли», «Шевролет», «Ниссанов» и прочие низкобюджетные шелупони, которые так гордятся владельцы новеньких авто. У меня лично большее уважение вызывает оригинальный, повизгивающий и раздуваемый салон «Тазик». Правда, еще большее уважение вызывает трех, четырех, пяти, а лучше шестилитровый 15-12-летний агрегат в идеальном состоянии, богато навороченный внутри, на трассе рвущей «Эвики», «Эстяики», «ОПСки» и прочую низкобюджетную японо-корейскую спортфигню, которая, по сути, является банальным американским шерпотребом. И это все говорит человек, рассказывающий о достоинствах продаваемых в «Магнитке Архо» с упоением. «Ребята, имейте совесть и дайте дилерам продавать машины. А лучше, ребята, имейте мужество сделать из шерпотреба индивидуальный агрегат. И возможность такая сегодня есть». И тут я склоняю голову перед мужеством тех, кто буквально из ничего делает кастом. Затем непонятно, как оформляет на него ПТС-ку, и уступлен в это приставание легендарному «Волку» Текиле. Да, у меня была идея, не идея, а даже мечта, наверное. У нас за те годы, которые клуб существует, был опыт и строительства, скажем, кастомов, да, то есть мотоцикл создан с нуля. Начиная от рамы, то есть, ну, возможно, использованы какие-то заводские части. Все остальное строится с нуля. Ну, и здесь речь идет о тюнинге. И, естественно, давно мы смотрели на наших коллег и за океаном, и в Европе, и всегда несколько завидовали тому уровню, значит, мастеров, которые могли придать байку индивидуальность, ну, мотоциклу, скажем. До сегодняшнего времени я даже не видел таких специалистов. То есть даже те работы, которые выполнялись, предположим, в Йомбурге, те, которые я видел в Москве, только сейчас вот уровень начал приходить к тому, что это не просто какое-то красочное пятно, да, а понимание предмета в целом. То есть мотоцикл – это единый предмет, это то, что является моим духом, моей свободой, моим самовыражением. Искусство аэрографии, естественно, дано не каждому. Каждый, конечно, может в условиях, приближенных к боевым, нанести кому-то аш на танк, но сделать живую картинку – это только художники. Художники, кстати, не все умеют работать аэрографом. Еще меньшее количество он их умеет работать с автоэмалями. Кроме того, надо понимать, что даже если человек – отличный копеист, то ему просто не под силом придать вашему автомобилю индивидуально ваше осмысление того, чем вы будете радоваться каждый день. Художник не штампует кошек, львов, тигров. Художник пишет картину. Имя нашего творца всего того, что вы видели – Максим Чупакин. Рекомендую. Действительно классный специалист. У нас цены в нашем городе, они в разы меньше, допустим, чем в крупных городах, там, Сверловск, даже тоже Челябинск. То есть на порядок ниже, то есть люди уже узнают, как бы знают, что это где-то в два-три раза меньше цена. То есть дизайн автомобиля, он гораздо дешевле у нас сделать. Но, я думаю, по качеству где-то мы уже начали опережать остальные города, где это немножко приелось уже, а у нас это только набирает обороты, то есть, грубо говоря, и, естественно, технологии, которые мы применяем в своей деятельности, сейчас самые современные. В заключение добавлю, ни один из перечисленных видов работ пока реально не загнать под одного хозяина, ну, хозяина сервиса. Хозяин будет только доить, ему, вал, денег подавай. Мы по ментальности как отстаем на полвека от Америки, так и будем это делать. И не виной тому российская забитость. Нам просто очень многому надо научиться и сломать собственные блоки. Нам еще предстоит пережить коллаб 75-го года США, и мы не поняли пока, что ни в деньгах, ни в новых машинах, ни в телевизорах счастье. Счастье – это прожить каждый непохожий день. Счастье – это жить для себя, со своей семьей и друзьями. Счастье – быть собой, свободным и неповторимым человеком, способным от повседневной вещи, такой, как, например, авто, получать именно свое удовольствие. Ну а если умения на это своего не хватает, то студия Dreamcar Design вам в этом поможет.